Хочешь стать диджеем? Ага! Хочешь стать диджеем? Хочу я! Хочешь стать диджеем? Ага! Ща покажу тебе это легко! Всем привет! Меня зовут Матуя и сегодня мы поговорим, как стать популярным диджеем. С чего начать свой путь и для чего это нужно? Сегодня у меня в гостях мой друг и коллега из Санкт-Петербурга, диджей Коля Фанк. Коля, привет! Давай поговорим, как стать популярным диджеем. Расскажи немного о себе, откуда ты, как оказался в Питере? На самом деле я сам родом не из Петербурга, как-то уже подметил. Родом я из дальневосточного города Хабаровска. Из Хабаровска в родном детстве мы с семьей переехали в Киров. Оттуда уже после окончания школы я переехал жить в Питер. Отлично! А почему решил стать диджеем? Расскажи нам. Ну, вообще, в музыке я с самого раннего детства, с пяти лет, я играл на пианино, я занимался в музыкальной школе. Музыкальную школу я окончил. И один раз просто в школе, где я учился, то есть стал вопросом. Школьный диджей, да, из одиннадцатого класса выпустился, и мне, то есть, ну, залучка в каком-то архивизме достаточно прогрессивному предложил, то есть, ну, вот нужно кому-то просто в школе дискотеку везти. Давай попробуй. И на тебя упала такая участь, да? Как говорится, попробовал и понеслось. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Запустили вы маховик разврата. Одно, второе, третье начал увлекаться, как бы, с течением лет более профессионально, более профессионально, выше-выше, дальше-больше, ну, и, соответственно, что есть, то есть. Ну, понятное дело, что Коля тебя по паспорту, так понимаю, зовут. Не-е-е. Коля другой. Как родилось имя Коли Фанк? Почему Фанк? Панч? Нет, на самом деле, когда я начинал играть, вообще я хотел играть R&B в перемешку с таким, знаешь, Фанки Хаусом. У меня была такая задумочка. Мой первый ник был Фанки. Мешапчик такой, да? Такой, да. Такой мешапчик. На то время эти стили музыки были очень актуальны. Был 2005 год. Первый мой ник вообще был Фанки. Под этим ником я поработал, может быть, год, год, полтора, не более. Далее я захотел развиваться более профессионально, и ребят с ником Фанки на то время было достаточно много. Ну, я решил, то есть нужно как-то эволюционировать, но и определенная аудитория меня уже знала под этим ником Фанки, соответственно, просто ее как-то вот перетрансформировал, можно так сказать, в ник Коля Фанк, под которым, да, до сих пор и работаю. Вот подборка ника, она очень важна. Вообще, ребят, хочу сказать, что ваш ник должен быть максимально простым и легко усваиваемым для аудитории, соответственно. Это тоже, кстати, очень важно. Моген что? Моген Штерн. Что? Штерн. Какие стили музыки сейчас в моде? И вообще существует ли эта мода? И расскажи, какую музыку ты играл, когда ты только начинал, как диджей, и изменилось ли что-то на сегодняшний день? Да, конечно, есть определенная мода, которая достаточно в какой-то степени циклична, только она проявляется в различное время, в различной импровизации. Соответственно, сейчас, скорее всего, у нас в большей степени идет мода на рэп-культуру. Мы будем наваливать рэп-чагу. Она немножечко, да, начала уже угасать, она себя уже немножечко начала, так сказать, изживать. Но это уже абсолютно другой вопрос, и это абсолютно другая, такая более развернутая тема, о которой можно очень долго общаться. Что касается клубных стилей музыки, конечно же, если брать общую массу, вообще, если российский, СНГ-шный рынок брать, то у нас, конечно, самым распространенным играемым стилем является коммерция. Но в последнее время... Что такое коммерция, ты расскажи? В последнее время очень сильно догоняет тэч-хаус. Хочу отметить коммерция. Коммерция — это популярные треки в электронных обработках различных стилей. Соответственно, коммерческая музыка, попсовая музыка, клубная импровизация, можно простыми словами сказать, как-то так. Особенно популярны сейчас некие мыша, да, такой? То есть играет дробчик коммерческий и врывается такой оригинал. Ну, либо оригинал, либо какая-то часть оригинала, немножечко обработанная, затюненная и так далее. То есть в какой-то степени импровизированная. Как ты считаешь, отличается ли музыкальная культура Питера от других городов, и Москвы в частности? Конечно, в каждом городе своя клубная культура. Да, это определяется внутренним каким-то городским менталитетом, региональным менталитетом, климатическими особенностями. Поэтому, да, я могу сказать, что в каждом российском, СНГ-шном регионе, в каждом большом городе, в той или иной степени клубная культура чем-то отличается от друг друга. Клубная жизнь не стала для тебя работой. Посещаешь ли ты мероприятия, если не выступаешь на них? На самом деле, очень редко, то есть у меня такой достаточно специфический музыкальный вкус, когда происходят какие-то вот такие мероприятия в необычных, интересных локациях, каким-то интересным стилем по музыке, по оснащению. Я знаю организатора, знаю, что именно этот организатор делает круто, то я с удовольствием посещаю. Но, опять же, это бывает крайне редко, особенно в коронавирусное время. Ну, про коронавирус мы сейчас поговорим, у меня будет отдельный вопрос на эту тему. А сейчас рекламная пауза. Как повлиял на тебя коронавирус и как ты видишь культуру после пандемии? Ну, как на меня повлиял коронавирус, к счастью, в плане моего здоровья, на меня коронавирус вообще никак не повлиял, это самое главное. Это самое главное. Это самое главное. Как на артиста, ну, наверное, и как на всех остальных. То есть я лишился своего гастрольного графика, я лишился каких-то локальных выступлений. Ну и, соответственно, совокупные мои доходы, то есть с музыки, с диджейнга, они практически стали равны нулю. То есть если какие-то появлялись доходы, то они как-то вообще были никак не связаны с выступлениями. Как я вижу клубную культуру после коронавируса? Слушай, ну, вопреки всем пессимистичным взглядам, мне кажется, что вот именно после такого большого голодания, да, вот когда народ просто сидит дома, смотрит сериалы, кто-то начал работать, но в ограниченном, опять же, каком-то таком, да, стесненном режиме, люди просто пойдут в отрыв, люди будут тусоваться, посещать всевозможные мероприятия. То есть, знаешь, когда была альтернатива, то есть либо сходить потусоваться, вот, да, раньше, представь себя обычным обывателем, либо посидеть дома, посмотреть сериал, посидеть в соцсетях, заняться чем-то за компьютером. Очень многие люди, может быть, в какой-то степени ленились, это ж надо собираться, это ж надо то, это ж надо это. Настало время, когда альтернативы абсолютно никакой нет, нужно просто сидеть дома, либо выбирать какой-то вид досуга, не общественного формата, да. Соответственно, народ, мне кажется, очень сильно соскучится по всему этому. Народ изголодается по всей вот этой движухе, по мероприятиям, по дискотекам, по общепиту, по ресторанам и так далее, и будет некий бум. Мне кажется, это очень сильно повлияет не только на клубную культуру, но вообще на весь общепит, в целом это очень хорошо повлияет. И, соответственно, мне кажется, очень здорово это повлияет на электронную музыку, параллельно как бы, ну, как вот поезд, один вагончик подключили, другой, третий, и поезд, вот, пожалуйста, наш локомотив тронулся и поехал, да, такое сравнение. Мне кажется, все будет хорошо, но этого нужно еще какое-то время подождать. Я тоже так думаю, что нужно дождаться, и я думаю, как только привьют всех, сделают себе прививки, я думаю, что откроются все рестораны, клубы и все заведения во всех регионах, в столицах, и я думаю, что все будут отрываться. Но это не точно. Какие планы в продакшене на этот год и на ближайшие пару лет? Кстати, этот вопрос очень хорошо идет, сочетается, вернее, с предыдущим вопросом. Ты меня спрашивал про коронавирус, как он на тебя повлиял, да. Вот именно, наверное, коронавирус на меня очень сильно повлиял, ведь меня многие знают как автора именно ремиксов, а не оригинальных треков. Именно во время вот этой вот всей самоизоляции, вот этого всего коронавирусного карантина я задался целью, то есть построить авторскую линейку своих треков, каких-то совместных, каких-то сольных, и заняться именно продакшеном уже на каком-то таком авторске, более высоком уровне. Именно в этом году будут выходить мои первые сольные и совместные треки, уже начиная с сентября. Соответственно, на будущие годы мои планы в этом ключе абсолютно никак не меняются, я буду поддерживать свою авторскую линейку, я ее буду развивать. Возможно, будут какие-то интересные коллаборации. Ты, кстати, немножко забежал вперед у меня, потому что был отдельный вопрос на эту тему. Но раз ты уже про это все рассказал, давай поговорим про авторские треки, будешь ли ты их выпускать на иностранных лейблах, и на каких, если есть уже какие-то, может быть, контракты, может, ты уже что-то подписал, если что-то подписал или уже выпустил, то я обязательно оставлю ссылочку в описании, чтобы вы могли послушать новые авторские треки от Коли Фанка по поводу лейблов. По поводу лейблов, первый, наверное, подписанный трек у меня уже имеется, совместный с моим напарником, Диджеем Шнапсом. Трек мы подписали на Effective for Records, трек будет называться Ecstasy. Как без этого, да? Мы под Ecstasy. Не то. Нет? Не, не думаю. Ее запретят. Вот, релиз этого трека состоится уже в сентябре, и, скорее всего, именно с этого трека моя авторская линейка будет стартовать. Вторым моим треком будет мой сольный трек Parada. По поводу лейбла я пока ничего не могу сказать. То есть, нет, есть определенные подвязки, но пока нет ни поточной информации. Да, лучше я об этом не буду зарекаться. Пусть все выйдет так, как это выйдет. Не могу не спросить тебя по поводу западного рынка. Будешь ли ты его покорять своим творчеством? Понятное дело, что выпуск трека – это одно, а когда у тебя есть планы, чтобы тебя еще и там узнали, будешь ли ты это делать? Конечно, планы есть. Моя линейка именно треков. И вообще, то есть, мой продакшн будет перестраиваться на интернациональный уровень. Соответственно, я хочу расширять географию своих слушателей, плюс расширять географию своих выступлений. Конечно же, я буду бороться за западный рынок и в плане монетизации своего творчества, и в плане своих гастролей. То есть, западный рынок, да, он для меня очень интересен. И сейчас я предпринимаю очень много мер для входа туда. А расскажи, какое направление это будет музыки? Конечно же, это будет коммерческая музыка, ведь я себя уже зарекомендовал как популярный артист здесь. Почему бы это не сделать там? Но для того, чтобы сделать там, конечно же, опять же, нужно авторство на более высоком уровне, уровне треков. Я это абсолютно четко понимаю. Это будет коммерческая электронная музыка. Почему бы и нет? Этот рынок надо тоже там покорять. У кого-то получается, я думаю, что и у тебя получится, и у меня получится, и те, кто хотят это сделать, у всех получится. Одно слово. Настойчивость. Друзья, я обязательно оставлю ссылочку в описании на новый твой трек, когда он выходит. Экстази у нас выходит в середине сентября совместно с диджеем Шнапсом. Мой трек Prado, скорее всего, будет запускаться в конце сентября, либо в начале октября. Вот ссылочку я оставлю. Можете послушать, скачать, ну и, конечно же, написать комментарий. Нам будет приятно, особенно Коле Фанку. Давай поговорим про оборудование диджея. Для нашего зрителя сразу разложу по полочкам. Есть клубное выступление, где клуб ставит профессиональное оборудование для приглашенного диджея. Есть корпоративное мероприятие, где также может выставить организатор по райдеру оборудование. Ну, как происходит у нас, многие диджеи приезжают со своим оборудованием, привозят с собой свой контроллер. Как это происходит у тебя? И да, кстати, расскажи, на чем ты играешь? Ну, там флешки, компьютер, контроллер, может быть, привозишь, также подключаешь. Ну, в общем, давай поговорим об этом. Ну, да, ты очень правильно подметил, что это два абсолютно разных формата выступления. То есть одно такое более корпоративное. Можно, наверное, сказать так, то есть выступление диджея в формате ивента, когда я выступляю на каком-то небольшом мероприятии в закрытом пространстве. То есть это небольшая клубная движуха, это не публичное мероприятие. Да, для таких целей у меня есть свой контроллер, небольшой мобильный, с которым я очень так быстро, мобильно могу подключиться, отработать, уехать. Да, если это идет мое гастрольное выступление, либо локальное клубное выступление в Петербурге, конечно, это всегда у меня две флешки и, в принципе, это стандартный комплект два CDJ, один микшн. То есть все достаточно просто в этом плане. Да, я сам вообще больше поддерживаю игру на флешках, на стандартном диджейском комплекте, нежели чем на контроллере. Ну, не знаю, может быть, как-то мне так кажется визуально, во-первых, да, это смотрится более солидно. Ну, это профессионально, конечно. Без жакей. Хотя, на самом деле, вы знаете, мы сейчас живем в такое время, неважно, на чем ты играешь, главное, чтобы ты отыграл хорошо. Блин, ты можешь просто iPad свой подключить, там, с какой-то маленькой мобильной программой, их сейчас вообще очень много-много-много, и суперкруто отыграть, порвать публику, и ты будешь вот красавчиком, нежели там у тебя там огромный чемодан. Ну, а то есть, ты хочешь сказать, что люди не оценят это все? Они же не видят, да? Вот правильно смотреть. Диджей может, бывает такие даже заведения, где диджей чуть ли не на втором этаже, там, на каком-нибудь балконе стоит, то есть люди не видят по факту, с чего ты играешь. Это, на самом деле, зависит, во-первых, от локации, мероприятия, то есть от места, где диджейки выступают, но и от формата его, соответственно, если это обычный коммерческий клуб, то есть, как правило, всем пофигу, на чем там играет диджей, что он там делает, лишь бы это было круто-весело, там был какой-то интересный чувак, который там что-то делает, да, ну и все. Чтобы был фан. Никто сильно не заморачивается, да, но если это мероприятие, как правило, в более фирмовых, трушных клубах, такие у нас, к счастью, есть, и некоторые из них, более того, даже процветают, там, да, люди приходят более меломаны по своему характеру, по своим музыкальным вкусам, соответственно, они уже, да, плюс-минус разбираются, что там делает человек, и, да, для них это в какой-то степени важно, на чем он играет, с чего, то есть, и так далее. Остаюсь при своем мнении, что не важно, на чем ты играешь, главное, чтобы ты сделал это круто и качественно, это самое главное. Ну, вот игра, например, в клубе, понятное дело, что она отличается и по публике, и по настроению, и так далее, ну, то есть, тебе вообще нравится ли играть на корпоративных мероприятиях? Я понимаю, что они также бывают разные, то есть, бывают и дни рождения, а бывают и какие-то презентации, где там можно поиграть модную, клевую музычку. Вот вообще нравится ли тебе выступать на этих мероприятиях корпоративных, где платят, видимо, очень хорошо. Ну, как сказать, наверное, да, если отмотать там какое-то количество лет назад, да, я брался абсолютно, может быть, за все мероприятия формата ивент. Сейчас, да, я берусь только за единичные мероприятия, которые мне, в принципе, самому интересны. Допустим, меня приглашают поиграть в ресторан припатийного формата мероприятия, где собирается какая-то определенная интересная публика. Я сам люблю этот ресторан, я соглашаюсь. Ну, если мне предлагают банальную свадьбу... Конечно же, да, я откажусь, к счастью, я нахожусь на уровне, когда я могу выбирать, где и как мне работать. Соответственно, я берусь только за мероприятия интересные себе, что касается, да, вот этой вот ивент стороны диджейской своей работы. Что касается клубных мероприятий, конечно же, чем больше, чем жирнее, так скажем, клуб, чем коваритнее, тем круче. Да, все-таки я диджей клубный, и работа в клубе мне доставляет определенно больше удовольствия, нежели какая-то другая. Я еще добавлю один вопрос про клуб. Очень интересно послушать тебя, но я думаю, что нашему зрителю также будет интересно послушать твое самое яркое выступление. Помнишь ли ты такой вообще? К счастью, там стабильно раз в месяц, раз в пару месяцев я играю на каких-то хороших мероприятиях, поэтому, наверное, нет. Я не могу выделить одно конкретное мероприятие или конкретный клуб, либо конкретное выступление, которое мне прям, вот, вау, как запомнилось. Еще один аналогичный вопрос. Было ли у тебя самое худшее мероприятие? Да, у меня был такой опыт. Наверное, я не буду говорить, этот город или этот клуб. Не надо, а то мы расстроены. А суть состоит в чем? Ну, собственно говоря, большой, красивый, раскрученный клуб в российском регионе, который всегда собирал по паре тысяч человек в выходные. То есть, мое первое выступление еще я видел вот такие самые хорошие времена, проходит вау, здорово, супер. Я просто восторгаюсь этим местом, публикой, вообще атмосферой самой движухи. То есть, второй раз я уже прилетаю. То есть, понятно, что я так удаленно, особенно слежу, что там, как там, то есть меня приглашают еще раз там через полтора года. Прилетаю и вот прям ожидаю такого же примерно взрыва, который вот прям я буду вспоминать, вспоминать, вспоминать. И вот просто клуб пустой там. Мало людей, очень мало людей для такой музыки. Три девчонки стоят в бар, там охрана вот так вот ходит, знаю, что мы где-то идем. Это было для меня просто потрясение, потому что ожидания и реальность, они как-то очень сильно отличались друг от друга. В этот день получается, что все гости, это был обслуживающий персонал, да? Ну, соответственно, да. Пришлось поиграть в денег. Ну, а может быть, какие-то были казусы, я не знаю, там, со встречами, с гостиницами, интересно же послушать, там, я не знаю, там, обещали пять звезд, а заселили в три, например. Один раз был такой случай, может быть, годы два назад в Казахстане, в небольшом городе играл на дне рождения клуба. Вот, кстати, с Казахстаном аккуратно. Между прочим, казахи очень здорово встречают. Они очень гостеприимные. И вообще-то, то есть, каждая поездка как-то по-своему, наверное, запоминается. Но в чем произошел казус? То есть, я забыл дома зарядку своего телефона. То есть, у меня телефон садится уже в Пулково, это аэропорт города Санкт-Петербурга. Я сижу, жду свою жизнь, собственно говоря. Давай полез в сумку, искать свою зарядку. Так, зарядки у меня нет. А что делать? Побежал по, значит, маленьким островкам, торгующим какими-то мобильными аксессуарами. Никто мне не продавал зарядный провод для айфона, потому что какая-то там фигня была торговая с Казахстаном. У меня билет в Казахстан, соответственно, мне по нему не могут там ни на каких условиях ничего продать. Ладно, хорошо, окей, я полетел в Казахстан. У меня садится телефон. Меня никто не встречает в аэропорте. Просто на улице там, ну, с 30 лишним градусов. Я вообще не знаю, что делать. Просто я каким-то там чудом где-то как-то зарядил телефон, каким-то чудом подключился к какому-то еле работающему к Wi-Fi. И со мной никто не выходит на связь. Благо через пару часов просто запыхавшийся, управляющий клуб прибегает в аэропорт, видит меня, привет, прости. Просто вот так вот получилось, что там кто-то проспал, кто-то забыл, кто-то не ответил. Да не вопрос, да, скажи. Неустойка небольшая, да, как бы. Таня, по самом деле, не было никаких неустойок. В дальнейшем меня очень хорошо встретили. То есть абсолютно не было никаких вопросов к организаторам. Но такой вот дисбаланс душевный я там испытал. Очень здоровский, нужно сказать так. Что ты скажешь тем, кто нас будет смотреть, и наверняка это будет начинающий свой путь диджеи, которые хотят стать популярными и востребованными? Даже если ты не играешь в самых крутых клубах страны. Что для этого нужно? Здесь на самом деле зависит все от того, что ты хочешь конкретно. Если ты хочешь играть в крутом клубе как резидент, то есть тебе нужно делать определенный свой набор, тебе нужно больше как-то постараться подружиться с организаторами этого места. Тебе нужно стать там своим человеком для того, чтобы там резидентствовать. То есть подходить как артист, как диджекей по музыкальному формату, идеально этому месту. Если ты хочешь гастролировать, если ты хочешь летать по разным городам, играть свою музыку, тебе нужно, во-первых, определиться своим сценическим образом, тебе нужно определиться своим музыкальным направлением, какое направление наиболее востребовано, какое направление наиболее импонирует тебе, подходит к твоему образу. Что-то можно у кого-то просто взять со стороны. В этом, в принципе, в начале пути нет ничего такого. Но это будет уже, так скажем, проверено. Лучше, конечно, проявлять креатив, лучше быть индивидуальностью, лучше быть личностью. Но если этого нет, ничего страшного, что вы откуда-то что-то возьмете. Очень важные, вот как именно для гастрольного диджокея, такие моменты, как ваш сценический образ. То есть это ваш стиль одежды. И круто заходить на площадку, где вы, соответственно, выступаете. Каждый диджокей должен сделать первый, хотя бы свой микс. Конечно же, он должен быть не один-единственный, их должно быть очень много. И регулярно, очень часто он должен выпускать. Для того, чтобы организаторы, которые, возможно, вас когда-то захотят пригласить, они понимали вообще ваш стиль. То есть если вы понимаете, что в заведении играет, например, там, ну, условно, хип-хоп какой-то, а вы приходите с хаос какой-нибудь музыкой, там, дип-хаус, электро-хаус, да, там, или с какой-нибудь коммерцией. Вот, соответственно, понятное дело, что вам скажут нет. Что за репертуар у вас? Что вы играете? Потом, конечно же, я отмечу, нужно обязательно писать свои ремиксы. То есть сегодня вышел новый хит, условно, завтра вы уже сделали ремикс на этот новый хит. Такую маленькую поправочку сделаете. Если вы играете коммерцию, да, для того, чтобы организатор понимал плюс-минус ваш музыкальный стиль, в коммерческом плане, то есть коммерция тоже, она достаточно здорово разбросана, да, но делать ремиксы достаточно полезно, для того, чтобы обращать на себя внимание. Ну и третьим пунктом бы я отметил, это обязательно нужно вести все свои соцсети, делать какие-то репортажи с гастролей. Ну, вообще делать крутой контент в социальных сетях, который будет подчеркивать тебя, как артиста, будет подчеркивать, там, в какой-то степени твой образ, твои мысли, которые будут интересны аудитории, которая, соответственно, тебя слушает, которая на тебя подписана. То есть это некий вид работы со своей аудиторией, субъекта социальной сети, это достаточно важно. Также, друзья, я хочу подметить еще один момент. Если у вас очень хорошо подвешен язык, вы можете, приезжая в какой-либо город, провести некую конференцию, можете договориться с местной радиостанцией, и там, во-первых, презентовать свои новые работы какие-то, вы также можете рассказать о себе. То есть это также дополнительный охват аудитории, где вы популяризируете себя в данном городе. Это нормальная история, приглашает ли тебя и так далее. Знаешь, происходит на самом деле не так часто, потому что сам я этим не занимаюсь, и отдельные промоутеры, директора или организаторы, которые, в принципе, заинтересованы в промоушене своего мероприятия в большей степени, то есть кто-то подключает радио, просто со мной договариваются, не проще, если там по прилету съездим куда-нибудь на радио, где-то либо поиграешь, либо что-то скажешь. Ну, бывает, да, такие? Ну, вообще, бывает, я всегда за... Если ты умеешь там танцевать, танцуй. Если ты умеешь петь, бери микрофон, пой. Перед все границей... Также разговаривай, заводи людей, общайся с гостями. Танцуют все! Как ты вообще на это смотришь? Смотрю очень положительно. Делай все, что может быть интересно аудитории, твоим слушателям. Развивайся, не останавливайся. Любые вот эти вот мелкие фишки могут стать твоей визитной карточкой. Это очень круто, что ты будешь вот один такой. Делайте свое шоу. Помнишь такое время, когда там под диджей играл, там там-тамщик, саксофонист. Скрипка, пигень, гитара, пигень, пианино, пигень, все красиво. Да, элементы сценического перформанса в том или ином направлении можно подключать. Это очень круто, если опять же это у вас здорово получается. Да, ну и под завершение, я хочу еще заметить, есть такой пунктик, я бы его для себя тоже отметил. Ну и для тебя, Коль. Завести свой блог и рассказывать вообще о себе, как об артисте. Вообще, да, видеоконтент это очень важная галочка в вашем резюме. Под завершение, Коль, давай напутствие нашему зрителю и начинающему диджею. Молодым диджеям в первую очередь хочу порекомендовать быть терпеливыми, ребят. Не все получается с первого раза, правда, если у вас есть цель, желание, стремление, через год, через два, через полтора, может быть, через три, может быть, чуть больше, чуть меньше. У вас все обязательно получится. Главное идти к своей цели, верить в это, не отступать. Одно слово. Настойчивость. Самое главное, ребятам, профессионалам, которые пережидают в какой-то степени, да, там, творческую паузу, связанную с пандемией, терпение того же, только немножечко другой, да, интерпретации, да. Все будет, скоро все откроется. Будем верить в то, что наша движуха возобновится и будет еще более яркой, чем раньше. Ну и всем подписчикам, всем слушателям, всем, кто смотрел это видео, большое спасибо за просмотр. Увидимся в ваших городах. Присоединяюсь ко всем сказанным словам. Сегодня с нами был, со мной и с вами был Диджей Коля Фанк. Это российский продюсер и Диджи Кей из Санкт-Петербурга. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, ставьте вот эти вот классные большие лайки. Вот. И, конечно же, пишите комментарии, что вы думаете, как вы хотите начинать свой путь и вообще хотите ли вы. А я со своей стороны, и Коля Фанк, кстати, тоже подключится, я надеюсь. Подключишься? Обязательно. Мы будем отвечать на ваши комментарии. Всем спасибо и добра. Субтитры сделал DimaTorzok